Чувак, как ты со мной познакомился? И кто ты такой? А ты помнишь? Я не помню даже, кто ты такой. Я помню, блин, тяжело вата будет вспомнить. Это было года четыре назад точно. Мы приезжали со Слимом, у нас был концерт. И я всю дорогу хотел сделать башню Останкинскую. У меня не было вообще ни одной татухи. И каким-то образом, я не помню, я нашел твой инстаграм, увидел и офигел. И такой, по-моему, у жары, что ли? По-моему, жара. И я ему написал, говорю, можешь меня познакомить с Олегом? Я бы хотел с ним поработать над татуировкой, над которой я давно мечтал. И он мне закинул, по-моему, с тобой связался и закинул мне твой номер. Мы с тобой обсудили все. Потом мы прилетели, мы вас позвали на концерт, вы были на концерте. А, да, я помню, да. И потом мы поехали после концерта сразу же в салон, в студию. А студия тогда еще была первая на Садовой, да? Да. Маленькая. Вообще маленькая, да, студийка. Вот. И мы сделали буквально часа за два, наверное, да? Да. До вылета обратно в Москву. Ну, примерно так. И потом пошло-поехало. В каких проектах ты участвовал? Слушай, да, просто за время, если брать, сколько проектов было, то можно... А сколько лет ты занимаешься? 15 уже точно. 15 лет, да, где-то. 15 лет я начал играть на вертушках. Но вот так вот, чтобы уже с артистами, это где-то спустя два года. Ну, первый мой релиз вышел, по-моему, лет десять назад. Такой вот, который, типа, микстейп, интеллигентный хулиган он назывался. На нем было много крутых гостей. Ну, вообще, такой считается первый, можно сказать, такой микстейп, который был... Такой твой старт. Да, да, да. Это было прикольно. А мне интересно, а как ты, короче, вообще в музыку пришел? Почему ты взял вертушки и начал на них? Блин. Слушай, ну, это круто. Во-первых, это казалось таким недоступным и каким-то магическим, таким, как бы, две вертушки и микшерный пульт, и ты что-то там делаешь с этим совсем. И тогда еще, наверное, культура, да, там, Нью-Йорка всяких американских хип-хоперов повлияла, да? Ну, конечно, по-любому. Рэп-то я слушаю не столько, сколько я занимаюсь музыкой, да. Рэп я слушаю, вообще, наверное, лет двадцать, наверное, пять. Я помню еще, там, там, очень давно, когда начиналась вся эта движуха, там, мистер Малой. Буду погибать молодым, буду погибать, буду погибать, буду погибать, буду погибать. Это Bad Balance, тусовка питерская. Да, 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 дома украшают наследное узалой, грязные слова, оплетают заборы злого слова. А в Москве кто первый вообще начал вот это все делать? Именно что? Ну, именно рэперы какие самые известные, самые первые, которые первооткрыватели. То есть, вот ты говоришь Bad Balance, да, там, в Питере, мистер Малой. Слушай, ну, я слушал, я фанател от White Hot Ties в тусовке. Вот это, это было лучше для меня, даже, даже я их больше ротировал, чем, чем Bad Balance. То есть, Bad Balance на летчики, конечно, это классика, круто, и я слушал его. И это тоже, это тоже было прям вообще вау, потому что чуваки были прям вот рэп. А White Hot Ties тоже очень крутой альбом в дураках. Это прям вообще классика, я считаю, русского хит-хопа, рэпа, и очень круто. Я начинал вот слушать, ну, начинал я, конечно, с иностранного, больше я слушал иностранный, американский рэп. Это, там, вся тусовка, там, IST, Onyx, Public Enemy, потом Mob Deep и так далее. Короче, у всех одно и то же начало, да, с этих черных чуваков. Ну, понятное дело, откуда еще? Не, вообще, все там, типа, как, все рэперы в то время, все занимались всем, как бы, все, всеми ответвлениями хип-хопа, да? Там граффити, брэк-данс, кто-то, ну, Bad Balance, у них была тусовка, они там все би-бои были, вообще все. Все занимались брэйком. Я брэйком не занимался никогда, я не сказал бы, что мне прям сильно нравится. Рисовал я, кстати говоря, граффити. Это тоже многие рисовали, да. Ну, такой бомбинг, типа, побомбить стены, было такое хулиганство маленькое, интересное всегда. Вот, и дружил я тоже с многими именно, а, я работал в магазине, в хип-хоп, хип-хоп магазин был такой один из самых крутых в Москве. Да, и там, ну, я, в принципе, там-то и практиковался, то есть у меня было время куча. Вот как раз был отдел, в этом отделе были пластинки виниловые, стояли две вертушки, пульт, и я просто целый минут приходишь утром, открываешь магазин. В будний день этот максимум, кто к тебе придет, ну, типа, в это время это никто. И приходить, приходить, народ начинал, ну, там, после обеда из серии, там, из школы, там, закончили школу, там, дети. И вот они приходили покупать что-то. А до этого времени, то есть в десять открылся, и погнали. То есть вертушки, и все, и никого, и фигачишь. Ну, да. А когда впервые с кем-то уже, ну, вот сейчас, да, кто знает этих звезд, да, впервые, какой был трек, там, с кем-то там вместе, совместку какую-то сделал, именно с популярных уже сейчас звезд? Ну, вот с Лигой, с группой Юг тогда. Юг, да, я помню. С Кастой, то есть у меня, в принципе, давно... А самый первый? Самый первый трек, который я именно сделал музыку. Да. Ну, это, наверное, «Спять плюх», вместе вот мы работали над проектом, у нас был «Фак Ю Пэми», вот, «Спять плюх» мы записали трек, назывался «Все как есть». И с ним-то мы попали там на рэп.ру сразу, и все это записывалось в домашних таких кустарных условиях, не было никакой студии, да, микрофон был привязан к швабре, типа, вдет в этот... чтобы он стоял на... ну, устойчивым был, вдет в ручку от шкафа, то есть, как бы, типа, никакого стойки не было. Вот, вместо наушники были такие капельки, просто обычные наушники. И все это мы писали в «Вегас», в какую-то программу самую простую. Ну, все равно было классно. Потом уже, там, мы начали работать, там, на нормальных студиях, там, у Децла была студия у его отца в «Сокольниках», на стадионе прямо. А у него своя, да, именно студия была? Да, микс-медиа. Там она сначала была большая, огромная студия в телецентре Останкино. Угу. А потом вот они сделали маленькую уже именно под рэп-проекты, именно под Кирилла. Ну, и под всю тусовку тогда «Батби Альянс». Лига ему помогал, да, там, с текстами, с музыкой тоже, да. Да, да, ни для кого не секрет. Там была целая команда работала, целая команда, причем профессионалов, на то время топовые чуваки все были. Как бы там и диджеи, там, Тоник, LA из Питера. Ну, смотри, понятно, что все это зарождалось, ты в этом во всем участвовал. А сейчас, вот, какие последние альбомы у тебя? Оно вот вышел недавно, летом буквально. Альбом, ну, как альбом, это, скорее, такой сборник. Там большая часть музыки моя, и есть еще биты от близких по духу чуваков тоже. Ну, просто я собрал артистов опять в очередной раз и сделал такой, типа, сборничек. Прям, там есть классные, неожиданные, там, появления, там, из новой школы, со старой школы. Например, трек Slim'а с Bumble Busy. Bumble Busy – такой восходящая звезда хип-хопа нынешнего, да. Вот, и Slim, мы с ним работаем, да, постоянно. И так было прикольно и интересно поработать над треком. Всем ублюдкам желаю скорей к своей цели прийти. Чтоб роскошная соска ждала их в полумраке роскошных квартир. Чтоб был в телефоне всегда бесконечный Unlim. Чтоб только звонили по нему V911. Ну, и вообще там много и ребят, которые авторитеты уже давно. Например, Fuse открывает там сборник, да, у него там с ним трек. И так же есть там молодежь, тоже там, Crystal Courier, например. А это все московские, да, чуваки? Ну, не-не, вот с жарой там есть трек, например. С жарой, да, я слышал трек, прям прикольный. Да, классный. Вообще. Это все не сведенка, самая грязная демка. Это я заведен, как на лбу надутая венка. И где этот Нина? Где эти люди, как вид? Где это видно в теле? Столько дерьма, ты только капнина. Жара, как всегда, намудрим. Да, с жарой, кстати, мы же делали для тебя классный трек, тоже. О нем можем поговорить интересно. Да, да. Кстати говоря, может быть, я его выпущу официально и на следующем релизе. Давай, да. А его можно еще доработать, да, там можно, чтобы подольше он был? Подольше куплет, да, сделать, например, можно, в принципе, да. Там классный бит мне нравится и прям жары, куплет офигенный. Там у нас крэч, их тоже прикольно. Надо сделать, доделать. Ну да, а с жарой, когда мы разговаривали об этом треке, хотелось что-то с Lucky Style связано, да, с тату. Вот он круто очень преподал так, что именно… Не поверил. Да, да, не поверил, да, да, не прямо в лоб. Ну, как ты относишься к новому рэпу, к новой школе? Я офигенно отношусь к новой школе, я вообще с удовольствием слежу за всеми артистами. Есть, конечно, то, что мне не нравится, но обычно я как бы не выражаю это недовольство, мне пофигу. Просто это проходит мимо меня, а то, что я слушаю, мне очень нравится. Много очень артистов, молодых, которые реально действительно делают качество, и очень все это круто. Просто музыка, знаешь, это, наверное, мое такое видение всей этой ситуации. Музыка эта очень сильно повлияла на наше какое-то развитие, да. И помнишь же хип-хоп, когда появлялся, он такой глубокий, особенно ростовский, да, хип-хоп, он супер отличается от всех. Ну, кстати, вот говорят, да, то, что можно выделить из того, что я в детстве слушал, это вот касты, я слушал объединенные касты. Вот, я помню, я гонял альбом, там, сольник Влади тоже, потом уже, позже, да, тоже, конечно, ростовская школа очень крутая. Тоже, когда появились эти первые клипы и треки, мы берем это на улицах там и все такое. Ну вот, и там не просто набор слов такой вызывающий, да, и ну вот сейчас как-то это все меняется очень сильно. Ну, время же идет, время меняется. Все же у нас как, у нас там приходит сначала это все в Америке, да, начинается, потом наши перенимают. Очень часто сейчас прям в ноль копируют, да, чуть ли не просто там музыку и стилистику, а текст переводят люди, просто делают, типа, как кавер-версия на русском. На такую же тему, такие же там, да, затрагивают какие-то деньги. Ну да, есть артисты, которые вырастают из этого в больших артистов и перестают это делать, но очень много копирок, конечно, которые остаются копирками и ничего дальше не происходит у них. Клип у тебя есть, ну не у тебя, да, у многих там прям у тебя такая совместка была прям очень крутая. Игра в реальную жизнь. Расскажи, как вы в то время все это замутили? Это очень круто было. В то время все общались, потому что, наверное, скорее всего, не было настолько доступа там к интернету, как сейчас, да. Была такая большая тусовка, которая друг с другом контактировала. И, ну, мы записали трек, на самом деле, там со Смоки, с молодым, дома у меня на студии, на домашней, и решили, что классный трек, и было бы круто снять клип. Нашли деньги, небольшие вообще, по тем временам, ну, небольшие деньги, я не помню сколько точно, но нам все это делалось на энтузиазме и друзьями, как бы, да, в основном. То есть ребята, кто снимал, это тоже близкие друзья. Там круто было то, что там подтянулись все, причем была интересная история такая, связанная с этим клипом. То, что дважды нам удалось собрать всю эту тусовку в одном месте. То есть там были, да, там есть момент в клипе, где вся тусовка засвечена, вот прям все. И история такая, что ребята, кстати говоря, мы снимали этот клип первыми, наверное, кто снимал клип на фотоаппарат, это был 5D. Да. Тогда, ну, пришел чувак, который снимал, говорит, будем снимать на фотик. Мы такие, что, ну, нафига на фотик, надо камеру, надо, чтобы крутое качество было. Он говорит, ну, погодите, давайте я вам покажу сейчас. Приехал оператор и говорит, вот, смотрите, как это выглядеть будет. И показывает нам, как этот фотоаппарат снимает, какая у него глубина фокуса. И как это выглядит, мы офигели, как кино. То есть он показал нам, как там снят, и мы офигели, как там, какая цветопередача, какая картинка. Мы говорим, все, давай снимаем на него. Вот, и мы сняли, сняли весь клип. Очень было, конечно, там, непросто это, потому что, во-первых, собрать всех, во-вторых, большую часть мы снимали на улице, а это была зима. И мы снимали на крыше, мы снимали, типа, стоянки. Сняли все, и оператор звонит через два, что ли, дня и говорит, прикиньте, пацаны, у меня, типа, на парковке у Ашана скрыли тачку и сперли сумку с хотиком и с флешками. Черт, засада прям. И часть клипа, которую мы сняли, ну, ее нет. И эта часть оказалась как раз та, которая, ну, вот эта тусовка вся. Да. Мы офигели от этого расклада очень сильно. И, ну, в итоге, что делать? Надо снимать заново. Пересняли. Опять всех собрали. И потом чувак находит сумку с этими флешками. То есть, у нас получилось, что есть две одинаковые, эта же локация, только все в разной одежде. Ну, то есть, другие кадры. И получилось из этого еще круче. То есть, мы собрали вообще, ну, получилось очень круто. Вот. Ну, там, в принципе, да, по тем временам это был такой лютый прикол. Все кайфанули. Ну, вот прикольно, да, то, что раньше все это отличалось тем, что сейчас прям по сценарию, да, артисты развиваются. Сейчас бизнес просто уже пошел такой. А раньше было это все совершенно по-другому. И все заинтересованы были, всем было. Раньше не было вообще электронных продаж никаких, да? Раньше все на носителях продавалось. Ну, ты мог выпустить сам свои диски, например. Да. И продавать их там по точкам. Ну, типа, из серии, да? Сейчас это целая индустрия огромная, которая приносит очень большие деньги. То есть, сейчас артисты могут зарабатывать достойные деньги, реально, и… Ты много зарабатываешь? Ну, я достаточно нормально зарабатываю. Меня устраивает. Ну, конечно же, хочется всегда развиваться. Еще хочешь? Да, конечно, хочу. Кто не хочет? Только дурак не хочет. Не, я не хочу. Я вот, например, за идею, да. Я работаю за идею. Да. А это и выводит человека в топ, ты понимаешь? Снимите-ка размер его студии. Ну, по крайней мере, я могу так на камеру всегда говорить. Понял? Ну, да. Это, кстати, уже не работает. Раньше работало. Типа, я тру. Теперь никто не верит. Я тру. Ну, да. Ну, а как вот ты относишься к тому, что сейчас прямо это жесткий бизнес? И, наверное, это все опять так же пришло, наверное, с Америки, с Европы, да? Что уже все начинают прямо относиться как к бизнесу, к этому. Даже новые, я думаю, новая школа вся, они именно приходят не, может быть, не из-за энтузиазма своего, а именно из-за денег. Ну, круто. Ну, типа то, что ты хочешь зарабатывать на том, что ты делаешь, это круто. А они не мешают другим артистам, да, которые прямо вот болеют музыкой? Ну, не знаю. Наверное, не мешают, потому что, ну, если ты артисты, болеешь музыкой, если у тебя хороший материал, то ты и так, ну, ты тоже будешь себя чувствовать достойно, нормально. То есть есть артисты, которые до сих пор делают, ну, то есть не поддаются моде, делают в своем стиле, там, не знаю, и у них все круто. И я надеюсь, будет дальше круто, у них есть свой слушатель. Угу. Был проект «Битва за респект», и там участник один был, ну, либо зритель, да, Медведев поднимался туда. Путин. Да ладно, какая разница? Ну да, особо никакой, наверное. Ну, в принципе, да. Короче, Медведев. Ой, Путин, да? Путин. Вот Путин. Не суть. Да. И ты переживал, как бы, ну, представь, такой человек влиятельный, и ты в этом участвуешь. Ну, тогда Путин был премьер-министром, и, ну, все равно важный человек, да, и охрана там было много. Ну, кстати говоря, я, насколько я помню, не было ничего, ну, то есть этого не было видно, что там какие-то вертолетов, там БТРов не было, то есть, ну, просто были соблюдены какие-то меры предосторожности, нам всем сказали, что там, ну, не опаздывать, и, ну, как-то, я даже не помню, чтобы там были какие-то рамки, вот эти металлодетекторы, то есть, ну, все было как-то так спокойно, более-менее. Вот, и да, это было, вот прямо оно выходило на сцену, это было, по-моему, когда уже в финал, я не помню точно, у него была речь какая-то, он говорил про какие-то важные, там, перемены в музыке, там, как важна музыка и так далее. Да, прикольно то, что он, он выходил на сцену под мою музыку, и уходил со сцены тоже под мою музыку. Я знаю, что ты с Влади сделал проект. А, с Влади, кстати, классный был микстейк, да. Да, 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 очень круто было это. Да, это было. Что за идея, почему именно ты захотел так делать? У Влади выходил сольный альбом, а я работал у них на студии по-дружески, по ночам писал свой материал. Угу. Вот, и Влад выпускал альбом, и у него планировался тур, и он предложил идею, говорит, давай сделаем «Я тебе дома капеллы», всех там своих сольных треков, каких-то там куплетов из каста известных, и попробуем сделать из них, типа, микстейп, такой, с фирменными, крутыми качающими битами. Ну, то есть, переработать настроение даже треков, да, и все это так, как бы сделать современно, прикольно. Ну, и мне показалось, что это крутая идея. Я вообще люблю вот это, заниматься ковырянием вот этих всех микстейпов. Это когда ты, ну, делаешь какие-то прикольные штуки, там, из разных вещей, да, то есть микс, миксуешь. Ну, вот, и я, это было очень в кратчайшие сроки, все сделано. Я помню, что у меня была температура 38, и я ночевал на студии, там просыпался, пил терафлю, и садился за работу, и делал этот микстейп. И где-то, по-моему, дней шесть, если я не ошибаюсь, и мы сделали прям круто. Потом там Владе тоже помогал в каких-то местах, где я не особо шарю, то есть мы там совместно сидели и доделывали. И получилось прям очень прикольно. Мне очень нравится, до сих пор это могу воткнуть в тачки, послушать. Классно. Да, я тоже. Это все не сведенка, самая грязная демка. Это я заведен, как на лбу надутая венка. И где этот нин? Где эти люди как вид? Где это видно в теле? Столько дерьма, ты только копни. Оставьте себе свою правду, мне бы хватило и кривды. Знаешь, на всю эту вашу отраву у меня имеется гриндер. И все это ваше по праву, но только не ритм. Теперь мы играем сильнее. Нахуй. Классно. Спасибо В Jacob Ахабolu от tide. его путь. На всех подушках у тебя. Cait asked Субтитры сделал вовремя иметь Продолжение следует...